Бисмиллах, альхимдиллах, ассалату ассалату альрасу лиллах. Мы начинаем изучать метан мухтасар и саммах метан аль-усуль асситта. После того, как бисмиллах сказал, шаг говорит, мы сейчас начнем изучение короткого трактата, короткого очерка, который называется «Шесть основ». Первый вопрос, почему мы изучаем эти шесть основ? Пока не записывай, брат. Почему изучаем эти шесть основ? Во-первых, потому что ученые делали на насиха, посоветовали изучать. Потому что мусульманин обязан знать какие-то основы своей религии, которые установили нам наши ученые. Шейх Мухаммад ибн Абдуллахаб, автор этой книги, он постоянно говорит в его книге, вы можете заметить, шесть основ или десять факторов, которые делают ислам недействительным. Четыре правила, цифры. Или три основы. Почему? Потому что это методика пророка, саллиллаху алейху алейху ассалям, в обучении. Как? Как? Ахьянан язкорал ноби, саллиллаху алейху ассалям, в ал-ахадитх, адд. Яхни, مثалан, аркан аль-ислам, хамса, аркан имана, сетта. Так как сам пророк, саллиллаху алейху ассалям, тоже, когда обучал людей, использовал цифры. Допустим, говорил, столпов ислама пять, столпов имана шесть. Вот это, говорит, цифры, или число, которое пророк, саллиллаху алейху ассалям, упомянул. Допустим, что столпов ислама пять. Это, говорит, вот их пять, или можно прибавить к ним? Мы должны посмотреть контексты Кур'ана и Сунны. Если мы увидим, что в контекстах Кур'ана и Сунны есть какие-то дополнительные, еще добавляются к этим пяти что-то, мы говорим, это не ограничивается на пяти, можно добавить. Если же нет хадисов других добавок, то мы говорим, все, это конкретное число, только пять. Пример, допустим, примером на то число, которое утверждено, и мы не можем прибавить к нему, может служить? Пять столпов ислама. Шесть столпов имана, веры. К этому мы добавить не можем, ни седьмой, ни что. Дверей рая восемь. Да. А допустим, есть такие числа, которые также упомянуты в Сунне, как, допустим, десять обрадованных раем. Мы говорим, только десять? Нет, можем добавить. Почему? Потому что в других текстах есть, содержится также указание, что есть еще добавляются. Пророк, саламу, в одном из хадисов сказал, пять вещей являются естественными в человеке, но в других хадисах добавлено еще кое-что к этим пяти. Тогда вопрос, а почему пророк, саламу, говорит, пять вещей являются естественными из фитры, а в других хадисах добавка? Или, говорит, десять подвижников обрадованы раем, а есть еще. Почему тогда он упомянул их? Это из прекрасной методологии пророка, саламу, в обучении. Он хотел донести до людей, вот именно на этом собрании, только пять вещей, которые являются фитрой. Или только десять, оповестить их только от десяти из числа сподвижников, чтобы они узнали. Не добавлять что-то, чтобы они вышли с этого собрания, и вот они узнали какой-то минимум, тот уровень, который им нужен. И точно так же мы сейчас. Шесть основ из основ религии будет изучено, иншаллах. И вот этого пути придерживался автор этой книги, Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. Шел по этому пути в обучении людей. Три вопроса, три основы его книги, это три вопроса в могиле. Кто твой Господь, какая твоя религия, кто твой пророк, саламу, алейху, саламу. К этому мы ничего добавить не можем. В могиле в хадисе сказано, что только что три вопроса, ничего не добавляем. Но если мы скажем, допустим, четыре правила, тоже его книга, или шесть основ, или десять вещей, которые делают ислам действительным, к этому мы еще можем добавить также. То есть их не только десять, не только шесть, не только. Что касается трех основ, только три. Вот эти шесть основ, которые будут изучены, вопрос. Ученые сошлись на этих шести основах или есть разногласия среди них? Шел говорит, единодушные ученые сошлись на этих шести основах. Обязательно мы должны их изучить. Мы должны изучить основу и вместе с этим изучить то, что противоречит этой основе. Антонио. Шел говорит, первой основой будет являться искренность. Изучение того, что такое искренность со всеми тремя видами таухида. И вместе с этим изучить то, что противоречит этому, а это ширк, многобожий. Второе, что должно быть изучено, это единство. Точно мы должны объединиться так, как объединился пророк, саллиллаху алейкум, и его сподвижники. А антонио этого или противоречит этому разделение и раскол. Третья основа является послушание и подчинение правителю. Антонио этого или же обратно этому является выход против правителя, какие-то демонстрации, непослушание, ослушание и так далее. Четвертое из основ, мы должны будем знать, что есть разница между любимцами и приближенными угодниками Аллаха, милостливого, и приближенными угодниками шайтана. Пятая следующая основа, которая должна быть усвоена, является то, что Кур'ан и Сунну, люди могут ее понять. Потому что есть люди, которые приходят и говорят, нет, Кур'ан и Сунну понять невозможно. Я отрицаю это чтихат.